Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем тему наречия. Я решила сделать пару очень примитивных, очень простых упражнений на образование наречий от прилагательных. И это упражнение из Roundup Grammar 6. Я их сделаю оба, они маленькие. Итак, первое нужно составить сначала, образовать точнее, от существительных. Здесь у нас науны ставят существительные везде. Надо образовать сначала прилагательные от них, а потом образовать от них наречия. То есть здесь как бы двойная задача. Ну что ж, посмотрим. Beauty. Beauty это красота, следовательно, красивый это Beautiful. И теперь от Beautiful образовываем наречия. Мы помним, что от прилагательных наречия в основном образовываются при помощи Lee. Есть, конечно, исключение из правила. Есть, когда прилагательное прямо переходит в наречие без всяких добавлений. Но я думаю, что здесь у нас классика, как говорится. И поскольку у нас на L уже изначально заканчивается слово, поэтому у нас будет двоение букв точно так же, как вот здесь. И поэтому здесь будет Beautifully. Далее следующее. Accident. Несчастный случай. И, соответственно, от него будет образовываться слово Accidental. Случайный. При этом надо понимать, что это не вообще случайный. Не Random, допустим. А случайный, как бы несчастно случайный. От него тоже классическое наречие будет Accidentally. Тоже два L. Всё как обычно. Accidentally. Волею несчастного случая. Вот так вот можно сказать. Далее Forget. Забывать. И вот здесь уже у нас глагол. От Forget есть прилагательное Forgetful. То есть забывчивый. А от него есть наречие Forgetfully. По забывчивости. То есть почему что-то сделал по забывчивости. Дальше пятое у нас Fun. Веселье. И здесь вроде бы всё просто должно быть. Мы все знаем, есть слово Funny. Потешный. Забавный. И здесь у нас будет два наречия. Потому что у нас может быть Funny. Как? He looks funny. Он выглядит смешно, забавно. И может быть Fun.ly. Это тоже возможно. Тоже забавно. Далее. Следующее слово мы тоже все видели. Это Luck. Удача. И от него естественно есть Lucky. Удачливый. Счастливчик. И здесь тоже может быть не всё так просто. Здесь может быть Luckily. Это более популярное. Но есть в разговорной речи ещё Lucky как наречие. Я не буду его писать. Потому что это уже не литературно считается. И если мы откроем словари, справочники, будет отсылка к тому, что это не литературное слово. Что так нельзя говорить. И всё такое, всё такое. Но тем не менее люди говорят. Но при этом нужно иметь в виду, что всё-таки правильнее Luckily. То есть по счастливому стечению обстоятельств. И всё такое. Далее у нас Care. Care у нас забота. И это существительное. Поэтому от него будет прилагательное Careful. Заботливый. И соответственно от него Carefully. Тщательно. Carefully не только заботливый. Я думаю, это было не очень правильно. Скорее всего здесь именно тщательный, старательный. И поэтому Carefully тщательно, старательно. Далее Remark. Remark это заметка ремарка. И поэтому от него есть прилагательное Remarkable. Замечательный. И от него на речи Remarkably. Замечательно. Далее следующее. Девятое у нас Fool. Fool это дурак. Поэтому Foolish. Дурацкий. И от него Foolishly. По-дурацки. В дурацкой манере. Если угодно. Далее Attract. Привлекать. Это действие. И от него есть Attractive. Привлекательный. И от Attractive у нас Adverb. Attractively. Здесь тоже не всё так просто. И на самом деле от Attractive может быть ещё Attractive. Как Adverb. He looks attractive. Или She looks attractive. Она выглядит привлекательно. Такое говорят. Это нормально. Но я его опять же писать не буду. Потому что здесь от нас требуют такого литературного, классического, книжного подхода. Поэтому нам нужно Lee. Но при этом в разговорной речи, главное как и Funny, главное как и Lucky, и равно как и Attractive, есть два варианта. И очень часто Lee игнорируется. Далее у нас Critic. Critic это существительное. Критик. И поэтому от него есть слово Critical. Критичный. Имеется в виду критично настроенный. То есть с критичным складом ума или с критичным, как говорится, настроением. И от него Critically высказываться критично. Speak critically, допустим. Кроме того, Critical это ещё может быть критичный в смысле важный. То есть Important, Essential. И Critically, соответственно, важно, Essentially. То есть это тоже его второе, как говорится, я. И далее последнее слово Anger. Это гнев. И от него, соответственно, мы все знаем Angry, сердитый, разгневанный и Angrily. Разгневанно, сердито. He speaks angrily. Он говорит сердито. Вот такие вот наречия. То есть, ну, в принципе, всё то, чего мы знаем по правилам. Ничего здесь неожиданного такого нет. Далее, четырнадцатая, нам опять надо образовать какие-то adjectives or adverbs from the words. Итак, что у нас здесь? Здесь какой-то связанный текст. Итак, двое счастливчиков полетят на Фиджи, который, остров имеется в виду, который известен своими красивыми белыми песочными пляжами, кристально чистой водой и дружелюбными людьми. И здесь обращаем внимание, что у нас friendly стоит, и это не наречие, это adjective, это прилагательное friendly. Но при этом friendly может быть и наречием тоже. Поэтому вот пример того, как ли совершенно не обязательно является частью наречия. Итак, win an amazing holiday for two, to sunny, надо понимать, от слова sun, sunny Fidji. Выиграйте потрясающее, чудесное путешествие или отпуск на двоих на солнечной Фиджи. Значит, sunny от слова sun, sun у нас существительное, и sunny у нас солнечный. Это прилагательное, это adjective. Далее, чего-то simple. Tell us in one hundred words or less why freedom travel is your, чего-то travel agency. Расскажите нам в ста словах или меньше, почему фирма Freedom Travel является вашим любимым агентством путешествий. Значит, как определиться, что у нас вообще будет? У нас существительное стояло в первом, и от него мы образовывали sunny, и было прилагательное. А здесь у нас стоит simple, и дальше у нас действие. И это уже как бы намекает. То есть, если у нас существительное, мы же помним, что существительные характеризуются прилагательными. Признак предмета и всё такое. Поэтому здесь sunny какой. И нам нужно образовывать прилагательное. А здесь у нас уже действие. И мы помним, что действие характеризуются уже наречиями. Прилагательное перед действием не стоит. Оно в принципе не может там находиться. Поэтому здесь может быть только наречие. И от слова simple у нас будет simply. Других вариантов у нас не будет. Это тот случай, когда всё предсказуемо и всё по правилам. То есть, просто расскажите нам. Далее следующее. У нас стоит travel agency. Агентство путешествий это что? Это предмет. Поэтому, если favor, favor это существительное, благоволение какое-то и что-нибудь такое, значит, от него нужно образовывать прилагательное. И мы все это слово знаем, favorite. Если мы не знаем, какое прилагательное от favor, ну, у нас нет выбора. Придётся смотреть в словарь, потому что каких-то правил на это нет. Просто нужно знать при помощи каких суффиксов чего, куда образовывается. Итак, следующее. Their, какой-то там winner, will receive flights and accommodation for two people as well as one thousand pounds spending money. Значит, winner это у нас тоже существительное. Победитель. То есть, счастливый победитель. И поэтому здесь у нас явно будет lucky. Счастливый, везучий. Получит перелёт туда и обратно. И проживание на двух человек равно как тысячу фунтов денег на карманные расходы. Итак, далее. We are looking for the most чего-то там entry. Мы ищем наиболее чего-то там entry. Entry здесь можно понимать как story. Ну, это в контексте. Но здесь это больше как случай или произведение. Даже можно понимать как заявка. И всё в таком духе. Но в контексте лучше всего, конечно, будет звучать слово рассказ. Потому что требует написать рассказ. Итак. Значит, у нас entry существительное. Значит, перед ним явно будет прилагательное. От слова origin. Образовываем original. Оригинальный. Ничего такого не невероятного. У нас здесь, кстати, не просто original. The most original. Что это нам даёт? То, что у нас стоит the most, ещё не показатель того, что у нас дальше будет прилагательное. Наречия тоже имеют степень сравнения. Поэтому the most запросто может стоять перед наречием. Это нам ничего не даёт. Нам, в первую очередь, даёт entry информацию. Что у нас будет? Либо наречие, либо прилагательное. Поэтому нужно смотреть на то слово, которое дальше. Оно самое важное. Кроме того, прилагательное обычно стоит перед существительным. Оно может стоять после существительного, но это скорее исключение из правила. И там, как правило, будут ещё наречия какие-то дополнительные и всё такое. Если же мы имеем дело с действием, adverb, наречие, может стоять как перед действием, так и после действия. У него больше свободы манёвра. Далее. So, think. И далее create. Create – это создавать. И далее у нас think. И вот это случай, когда у нас действие. И обращаем внимание. В третьем случае у нас simply, как adverb, стояло перед действием. А здесь у нас adverb будет стоять после действия. С прилагательными и существительными такой фокус не работает. Прилагательное обычно перед существительным стоит. А наречие может быть как перед глаголом, так и после него. И здесь у нас будет creatively. То есть, от create мы образовываем сначала слово creative. Это прилагательное. То есть, креативный, по большому счёту. А от него креативно или творчески. Creatively. То есть, тоже всё классический случай. Ничего такого, но, тем не менее, нужно знать, что creative от слова create. Далее. The чего-то там. Date for entries is October 1st. Good luck. Итак, какая-то дата для подачи заявок или для подачи рассказов. Это 1 октября. Желаем удачи. Значит, у нас стоит the. И это тоже как бы намекает. The относится к существительному. Кстати, the у нас стояла и вот здесь. Вот у нас было the. Здесь опять the. Здесь тоже стоит the перед мост, но оно стоит из-за того, что у нас наивысшая степень сравнения. The ведь относится не так к наивысшей степени сравнения, как к тому существительному, которое стоит дальше. Поэтому здесь тоже это можно считать подсказкой. Итак, если у нас стоит the, а дальше у нас ещё date. Ясное дело, что это существительное. И поэтому у нас будет здесь прилагательное. Но. Здесь у нас close. Можно понимать двояко. С одной стороны, close это закрывать, а с другой стороны, мы знаем, что close это близкий. И то, и другое. Close, оно никак не меняет своего внешнего вида. Значит, можно сказать the close date for entries is October 1st. Ну, в принципе, можно сказать, это будет прекрасно. Но это будет, я думаю, что это не тот вариант, который от нас здесь требует. Я думаю, что здесь ближайшая дата для подачи заявок. И поэтому здесь, по-видимому, от нас требуют поставить наивысшую степень сравнения прилагательного. Поэтому я её поставлю, closes, вот таким вот образом. И у меня получится adjective и в степени сравнения. Почему бы и нет? Здесь просто исходя из логики предложения. Вот такие вот упражнения. Очень маленькие, очень простенькие. И, тем не менее, неплохая практика для образования наречий от прилагательных. В особенности от прилагательных. Уж не говоря о том, что прилагательные тоже могут образовываться от других слов. Итак, напоминаю, что это упражнение из Roundup Grammar 6, красная книжка. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и чистая страница. Равно как и ссылка на плейлист по Adverbs. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...